Вы как себя считаете? Вы считаете себя нормальным человеком? Если в себе считаете нормальным человеком, тяжело вам добиться успеха. Вот когда я был наверху, когда я был успешный, они были вокруг меня, а теперь никто не звонит, никто не приходит, не решается куча проблем, как-то не складывается все, потому что вы внутри как пустой, пустой мешок не стоит. Вы отталкиваете от себя хороших и притягиваете плохих. Самый главный ресурс – это не деньги. Главный ресурс оказывается даже не время. Она является самым важным вашим богатством, важным вашим активом. Улыбайтесь. Это не просто слово, это огромная сила, честно скажу вам. Здравствуйте, дорогие наши друзья, дорогие наши слушатели, дорогие наши читатели. Рад поприветствую вас в нашем канале. Прежде чем начну говорить, дальше хочу сказать вам, что ставьте лайк, рекомендуйте своим друзьям, знакомым, то, что я сейчас буду говорить, потому что это есть главный ресурс жизни человека. Тема этого сегодняшнего ролика – «Улыбайся». Это мощная сила жизни. Я часто об этом говорю в тренингах. Мои ученики резали этот ролик и бросили интернет. Это, наверное, самый популярный мой ролик, и, наверное, больше всех просмотров набрал именно этот ролик. По всему миру несколько миллионов просмотров. А почему? Потому что я рассказывал то, что я сам пережил. Это не просто слово, это огромная сила. Когда попал в долгах, было очень трудно. В внешней ситуации мне показалось, что не по силам меня управлять. Первые три года я страдал очень сильно. Проблемы за проблемой, проблемы за проблемой. Я не понимал, почему так происходит. А на самом деле, оказывается, это было связано с моим сознанием. Я это со временем понял. То есть получается, что все, что происходит в жизни человека, это отражение его внутреннее состояние. Если вы читаете, что внешняя ситуация вам не по силам, вы знаете, внешняя ситуация остается без контроля и начнет давить на вас до тех пор, пока вы признаете его сильными. Но стоит, чтобы вы начали научиться управлять собой, вы тут же начнете управлять своей жизнью и управлять внешними ситуациями. Через три года, когда я это понял, я начал работать над собой. Насквозь все боли, насквозь все страдания. Фокусироваться на конечной цели, кем ты хочешь стать и лицом к лицу пойти к трудности. Тебе тяжело, тебе трудно, но утром встань и улыбайся. Выпрями свою спину. Улыбайся к жизни, потому что жизнь точно дает тебе то, что ты сам хочешь отдавать миру. По-другому не будет. Для достижения цели что требуется? Требуются знания, требуется время, требуется жизненная сила, энергия, требуются деньги, ресурсы, требуется команда, технологии и так далее. Все эти вещи – ресурсы. Но все эти ресурсы вы можете приобрести, если у вас есть жизненная сила. Например, если у вас нет жизненной энергии, у вас есть время, все равно вы его будете потратить на то, что сидите возле телевизора или просто бездельничаете. Вы его все равно на пустую тратите. Есть в состоянии норма. Послушайте, пожалуйста, внимательно. Все люди хотят быть нормальными людьми. Вставайте себе вопрос. Вы как себя считаете? Вы считаете себя нормальным человеком? Если вы себя считаете нормальным человеком, тяжело вам добиться успеха. Вам надо стать выше норма. То есть в чем-то вы должны стать лучше по сравнению, как массовый народ. Чтобы лишь бы не быть хуже других. У вас будет такой мотив и такой мотивация – не быть ниже других, не быть хуже других и так далее. Очень важно, чтобы ваше внутреннее состояние было выше нормы. Как вы себя чувствуете? Ваши эмоции – это язык ваше тело. Ваши мысли – это язык ваше мозг, то, что формирует ваше будущее. Ваше внутреннее состояние огромное значение имеет. И оказывается, оно является самым важным вашим богатством, важным вашим активом. Внутреннее спокойствие, внутреннее достижение, внутренняя устойчивость, внутренняя стойкость против неудачи, против проблем. Это энергия, которая помогает вам преодолеть времени и трудности. Послушайте внимательно. Когда вы эмоционально падаете ниже нормы, вы начнете испытывать ощущение переживания, испытываете ощущение стресс, депрессия, страх, неуверенности. Когда вы попадаете в таком состоянии, вы всегда притягиваете к себе неудачу. Вот что я понял. Я понял, что внутри человека есть такая жизненная энергия, и она является главным ресурсом. И вот эта жизненная энергия, которая у вас есть внутри, ваше эмоциональное состояние и так далее, она работает как магнит. Вот эта энергия работает как магнит. Поэтому, когда вы в состоянии попадаете ниже нормы, вы постоянно притягиваете к себе неудачи, проблемы, потери. Потери за потерями. Не решается куча проблем. Как-то не складывается все, потому что вы внутри как пустой. Пустой мешок не стоит. Внутри вы приживаете, волнуетесь. Вы признаете, что внешняя ситуация вам не по силам. Вы признаете, что вам трудно жить и так далее. Как тяжело это. Когда вы это все признаете, еще труднее становится, еще сложнее. Потому что жизнь надеет нам то, во что мы убеждены. А когда вы начнете управлять собой, независимо от того, в дальний момент у вас ситуация какова, она хорошая, плохая и так далее. Несмотря ни на чего, вы начнете улыбаться. Вы начинаете спину выпрямлять. Вы начинаете требовать от себя действительно находиться в состоянии уверенности в себе. В состоянии, скажем, сильного человека. Вот тогда вы попадаете в состояние высшей нормы. В состоянии радости. Вы найдете хоть что-то и начнете радоваться за это. Вы начинаете вдохновить себя сам. Начинаете думать о своей цели. Что вам поможет в этом? Приписать свои цели. Думать о своей мечте. И самое главное, понять причину, зачем вы живете. Ваша истинная жизненная мотивация. Жизненные цели и так далее и так далее. Что вы хотите оставить после себя? Какой вклад вы хотите принести в этом мире? У вас должна быть очень большая причина, чтобы стать успешным. Вот когда вы это все начнете в себе задуматься о них. И тогда эти барьеры, препятствия и проблемы выглядят какой-то мелочь. По сравнению с того, что вы мечтаете и то, что вы хотите. Тогда ваше внутреннее состояние растет. Развивается. Вы начинаете чувствовать себя более уверенными. Более счастливыми. Вы улыбаетесь. Несмотря на какие ситуации, которые в жизни происходят. Долги? Ну что? Это же всего лишь долг. Я верну их. Это как-то трудности? Ну что? Кто-то же мог провести такое? И я могу. Любое. Вы внутри поймете человек. Если кто-то смог сделать что-то. И ты сможешь. А если у кого-то что-то не получилось. Это не означает, что у тебя тоже не получится. Я заметил, что когда начинает человек вот это осознавать. И поднимать свое внутреннее состояние. На уровне радости. На уровне настроения. На уровне вдохновения. И самое важное на уровне действия. То есть. У тебя есть идея. Ты пойдешь действуешь. Ты прочитал книгу об успехе. Пошел делал. У тебя появлялись как это там. Ты видел какой-то там знак. Скажем. Ты видел как кто-то делает. Где-то слышали чего-то. Ты пошел. Если это полезно. И ты можешь это брать в своем жизни. И использовать. Ты пошел и делал. То есть. Ты являешься человеком действия. Помните. Когда вы действуете. Изменения неизбежны. Изменения обязательно происходят. Всегда помните. Если что-то в вашей жизни не изменяется. Значит вы бездействуете. Где нет изменений. Там происходит бездействие. Это означает что. Ваше внутреннее состояние должно быть на уровне действий. Если цель. Пошел делал. Если мечта. Пошел делал. Если идея. Пошел делал. Если прочитал хорошую книгу. Пошел делал. Посоветовался с мудрым человеком. Пошел и делал. Делая. 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 Вы постепенно приносите изменения в своей жизни. Теперь внимание обратите. Вот что я понял за годы свою работу. Когда вы находитесь в эмоционально высшем состоянии нормы. Вы постоянно притягиваете успешных людей. Притягиваете хороший доход. У вас всегда хорошие идеи в голове. Лучшие планы. Лучшие стратегии. И лучшие решения. Вы принимаете решения, которые приближают вас к вашей цели. Вы принимаете решения, которые помогают вам достигать цели. А что является показателем правильных решений или неправильных? Последствия. То есть вы иногда принимаете решения в состоянии страха. В состоянии проживания. И сомнения. И это решение приводит к дополнительным затратам. Дополнительным расходам. То есть получается что? Жизнь она несказуема. Улыбайтесь. Улыбайтесь из сердца. Чтобы каждая клетка ваше тело улыбалась. Может быть у вас в жизни творится кошмар. Может быть у вас там куча долги. Но от того, что вы будете переживать, легче не станет. От того, что вы будете страдать, легче не станет. Если вы хотите повлиять на эту ситуацию, спину выпрямите. Улыбайтесь. Гордитесь собой. Уверенно смотрите в жизнь. Искренне улыбайтесь. Смотрите перед себе на зеркало. И когда вы заставляете себе улыбку притягивать. Ваш мозговой центр начинает понимать, что есть что-то, ради чего вы радуетесь жизни. И потихонечку вы себя управляя, подтянете вверх. И вы знаете, это вам поможет. Это вам реально поможет. Мне помогло. Мне очень хорошо помогло. Честно скажу вам. Самый главный ресурс – это не деньги. Главный ресурс, оказывается, это даже не время. Вот это ваше внутреннее состояние. Потому что, если она у вас есть, остальные ресурсы вы можете управлять. Возможно, вы заметили, что иногда, когда человек успешнее, его окружают много друзей, знакомые, родственники хорошие и так далее. Но когда он проиграет или падает в банкротстве и так далее, часто его друзей и так далее меньше становится. А почему? Потому что его эмоциональное состояние падает ниже нормы. Соответственно, его начинают окружать именно такие люди. Неудачники, сомнители, неуверенные. А он сидит, обычно мы сидим, обижаемся на тех друзей, родственниками. Ой, вот когда я был наверху, когда я был успешный, они были вокруг меня, а теперь никто не звонит, никто не приходит и так далее. Труднее меня у тебя сам одень. Нет, ребята. Просто вся проблема в том, что ты внутри, состояние у тебя падало. А у них дело идет лучше. Поэтому вы отталкиваете от себя хороших и притягиваете плохих. У магнита есть два функция. Либо притягивает, либо отталкивает. Я заметил, что когда вы ниже нормы, вы притягиваете плохих, но отталкиваете все хорошее. Вы не знаете по какой причине, но даже ваши близкие друзья, меньше страны появляются в вашей жизни. Но стоит, чтобы вы поднимались вверх, снова все меняется. Снова вы подтянулись выше нормы, к вам притягивается доход, притягивается новых людей, более успешных людей. И вы, как магнита, отталкиваете от себя все плохое. Вот такова закон. Так что управляйте собой. Таким образом вы управляете свое будущее. Рекомендуйте это видео всем людям, у кого черная полоса жизни. У кого вы видите, что не справляются кредитами, долгами и так далее. Скажите ему, искренне, чисто в сердце улыбайся, спину выпрямляй и будь воином. В сердце и ты победишь. Желаю вам успехов. Удачи!